Добрый день дорогие друзья! Продолжаем наше изучение Торы. Главар Э. И нам напоминает Маше о празднике Песах. И говорится в главе Р.Э. Что 7 дней следует есть опресновке. Через несколько строчек говорится 6 дней ешьте опресновке. Опресновке это Маца, хлеб бедности. И почему так написано? Раша говорит, а это послабление. Дело в том, что первый день Песаха мы обязаны есть Мацу. А остальные 6 дней мы Мацу есть не обязаны. Мы просто не можем есть Хамец. Поэтому так здесь написано. Маца это хлеб бедности. Когда мы выходили из Египта, бывшие рабы, то мы быстро ушли из Египта. И написано, что даже тесто не успело скваситься. Понесли мы квашни свои. Как это понимать? Если мы замешиваем муку с водой, то через 18 минут это уже будет хлеб. Это уже не Маца. Значит мы должны в течение 18 минут после соединения муки с водой завесить тесто, раскатать, положить в печку. У нас на все всего лишь 18 минут. Почему там говорится, что мы тесто понесли, что мы вышли так быстро из Египта? Нет. Михаил Эльман говорит, что мы быстро вышли из Египта. Это наши скорости, что мы по приказу Всевышнего быстро собрались и ушли из Египта. Вот так вот. Песох у нас праздник. Он у нас 14-го Несана. Один день. Вот мы в этот день готовимся. После того, как принесли обычную жертву, дневную, ягненка, мы сразу начинаем приносить ягнят Песох. Для этого в храме есть специальные крюки, куда подвешиваются уже туши животных. То есть жертвы эти режутся, Песох эти ягнята. И после того кровь плещет на жертвы коины. В общем, выполняется все, что положено в главе о жертвоприношениях, мирных жертв. И мясо мы жарим. И ночью мы их едим, этих ягнят. Это ягненок без единого порока, самец, не достигший года. Может быть ягненок, может быть козленок. Но таких идеальных ягнят может не доставать для всего народа. Потому что это идеальный ягненок. Не просто найти, но Всевышний говорит, что мы можем, чтобы нормально дополнительную жертву принести. Называется хагига. То есть мы знаем, что на пасхальном блюде у нас есть еще яйцо. Соответствует дополнительной жертвы хагига. Эта жертва может быть не обязательно из ягнят. Может она быть из барана. Может быть она из быка. А из любого животного, которого мы захотим, которое в храме приносится верную жертву, можем ее сделать. И тогда мы едим шерту хагига, а заканчиваем трапезу, как минимум казаитом, это с маслину, кусочком мяса этого пасхального ягненка, что мы должны наесться. Завершить им трапезу. И именно прожаренное на огне должно быть мясо. Сваренным в воде нельзя. И это непросто. Потому что если положить его на противень железный, то мясо будет прожарено не от огня, а будет от металла прожарено. Тоже так нельзя. Так же с шампуром железным нельзя. И поэтому, а если ты его возьмешь в шампур деревянный, делаешь и прожаришь, то оно будет вареное, потому что шампур деревянный при нагреве, получается, выделит сок. И получается, мясо будет как бы вареное внутри. Тоже не соответствует тому, что Тора пишет. Тогда мудрецы знают, что нужно взять шампур из гранатового дерева. И оно сок не пускает. И так жарится огненок Песах. И мы его прожаренным уже едим. Придет Машеях, будет у нас храм, и мы начнем это делать. Сейчас мы не приносим жертв Песах, и поэтому мы не знаем, какой вкус этого мяса, что это прекрасный какой-то вкус. То есть, когда мы выходили из Египта, сказал все вышли принести этих ягнят в жертву Песах. То есть, мы их взяли 10 числа месяца, они сам привязали его к быльцам кровати своих. Египтяне страдали от этого, потому что это были опции, это их боги были, они это тяжело переносили, они не могли ничего сделать, так Всевышний поставил такое тяжелое положение. После этого мы их зарезали, после этого мы ели этих ягнят, а косяки дверей и притолку мы обмазали изнутри домов кровью этих ягнят, и Всевышний прислал ангела-губителя, и в наши дома ангел-убитель не заходил, а всех первенцев египетских Всевышний уничтожил в эту ночь. Пишут, это ночь хранимая Богом, утром на рассвете, когда стало светать, мы на глазах у всех египтян вышли из Египта. Вот так вот. После праздника Песах идет 7 дней праздника опресноков. Со второго дня праздника опресноков мы начинаем отсчет. Называется счет Амера. Мы срезаем Амер Ячменя и взмахиваем, выполняем то, что там положено с ним, и начинается отсчет. Сегодня один день Амера, и так пока не закончится последний 49-й день Амера. Когда закончится 49-й Амера, ночь уже, звезды мы увидим на небе, все темно, наступает праздник Шавуот. Так это работает. Что касается где же брали мы вот этот Ячмень, если у нас год Шмиты, мы же не можем ни засевать, ни сжинать. Всевышний запретил каждый седьмой год мы не можем взять Амер Ячменя, где же мы его возьмем. И наши мудрецы говорят, это специальное повеление Торы. Здесь заповедь взять означает, что специально для этого праздника мы засеваем небольшой участок поля, что получить этот Амер Ячменя. И тогда у нас есть специальные Ячмень. Есть другие мнения, как это работает, но факт тот, что Тора говорит, что берите Мира Ячменя и не пишет, что в год Шмиты, в седьмой год, когда нам запрещено сеять и убирать, это запрещено. Нет, в этот год мы не сеем ни другое урожание, ничего не севаем, но именно для этой заповеди мы это выполняем. Так это работает. Такой удивительный у нас получается случай, седьмой год, год Шмиты. В общем, это большая тема, праздник Песах. Мы празднуем этот Песах семь дней, если это не страна Израиля, восемь дней, потому что не было раньше точного календаря и люди, которые не жили в стране Кнаан, в стране Израиля, не знали, когда наступает именно этот день, поэтому добавили мудрецы день и мы празднули в других странах восемь дней, как и сейчас происходит. Хотя у нас сейчас это точный календарь и мы все знаем, но в память об этом мудрецы наши не отменяют. И если Седр Песах у нас идет один день в Израиле, то в других странах это первые два дня, два Седра мы отмечаем. То есть мы едим мацу с горькой зеленью, мясо, естественно, мы жертвы сейчас не имеем, у нас нет храма, мы не можем принести жертву, поэтому едим мацу с горькой зеленью, овощи, все лишь едим и на пасхальном блюде лежит косточка обжаренная с кусочком мяса, это нам просто напоминание о том, что мы приносили жертву и мы ждем, пока придет Машея и у нас снова начнется полноценный праздник Песах. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахумт, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малка бот Йосим, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлая бот Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Трим, Каполина Перм бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Лена, Леор бен Клара, Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазлс Парнаса, Сгула Ирина Батури, Аронария бен Ури, за хороший дух Аронария бен Дуэра, Диз бен Ахум, Абигаль бот Сара, Парнаса и Бриют, Владир бен Раи, Марина Батрая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем всего самого наилучшего, Всем браха, Парнаса Кавана, Мазл том, Что мы это время не грешили, Изучали Тору, До встречи, Завтра, я надеюсь, 10.40, Шалом!